Очень катана интересная тем, что это такая довольно мощная рабочая лошадка, то есть она в счастье или послеву что-нибудь подождите, чтобы лично нападать. Она очень сильная, то есть... Большая сила среза, да? Да, то есть она справляется с всякой шерстью, которая некоторые чувствительные ножницы либо не хотят, либо не выдерживают. То есть если шерсть очень жесткая или слишком мягкая, ватная, некоторые ножницы и фыркают, катание, в принципе, все равно. У нас лежит что угодно. Она, в принципе, для того, чтобы снимать большое количество шерсти, я не использую эти ножницы для финиша. Потому что у тебя есть другие или потому что слишком тяжелые? У меня есть другие, но на самом деле мне просто не нравится, как они делают финиш, они очень тяжелые. То есть обычно этими я снимаю массу и делаю финиш уже чем-нибудь более утонченным. Более удобным и более легким? Более легким тоже девятками. То есть я любитель длинных ножниц. У меня практически все, с чем я работаю, это в районе 9 дюрма. Вот, но для финиша я использую другие. А так, чтобы снять большую массу шерсти, вот, катание отлично справляется. Скажи мне, пожалуйста, учитывая то, что она стоит в районе 300 долларов и по 5-балльной системе, сколько эти ножницы, ну, сколько бы ты им дала баллов, скажем так. Учитывая их довольно дорогую стоимость. Для меня лично? Конечно, конечно. Для меня лично мне не угодно, потому что с плюсом 4, потому что у меня интересует больше финиш, чем масса. С массой может справиться многое. Но для черных дерьеров они будут идеально. Ну, для мешонов мне их немножко не хватает. То есть они делают срез не супер красивый, просто вот большой. Вот, для финиша... Только для более жесткой шерсти. Но зато они редко требуют заточки. То есть я скажу, я, в принципе, этими ножницами и грязную шерсть состригала, приходилось просто. Вот, а они выдерживают, держат остроту довольно долго. Я, конечно, раз. Спасибо again. Спасибо.